По вечерам Вик и глух, и правит окриками пьяными весенний флитворный дух. Вдали над пылью переулочной, над скукой загородных дач, чуть золотится крендель булочный, и раздается детский плач. И каждый вечер за шлагбаумами, заламывая котелки, среди канав гуляют с дамами испытанные остряки. То, что в его произведениях слишком много драмы, мне кажется, ведь это и показывает всю нашу жизнь. Вся наша жизнь проникнута вот такой драмой, как раз-таки романтичностью и лирикой. Каждый из нас лирический герой по-своему, и поэтому это очень близко, мне кажется, каждому из нас. Это самый популярный поэт Серебряного века, и его произведения, они очень цепляют. Он эмоционален, он драматичен. Ночь, улица, фонарь, аптека, бессмысленный и тусклый свет, живи еще хоть четверть века, все будет так, исхода нет. Умрешь, начнешь опять сначала, и повторится все как встарь. Ночь, ледяная рябь канала, аптека, улица, фонарь. Александр Блок за 41 год жизни написал более 350 стихотворений. Он закрепил за собой славу истинного гения и одного из самых ярких поэтов Серебряного века. Отец поэта Александр Львович был юристом, а мать Анна Андреевна Бекетова дочерью ректора Санкт-Петербургского университета. Родители развелись, когда маленькому Саше исполнился год. Первые свои стихи Александр Блок начал писать в пятилетнем возрасте, но более серьезная проба пера случилась в 11-летнем, когда в свет вышел его первый сборник. Все свои произведения он посвятил своей матери. Если вы не знали, то вас может удивить тот факт, что Александр Блок был женат на дочери знаменитого химика Дмитрия Менделеева. Они были знакомы еще с детства. Ученый был в приятельских отношениях с дедушкой поэта. Да-да, это его таблицу химических элементов помнит и знает каждый старшеклассник. В 1903 году поэт женился на дочери ученого Любови Менделеевой. В первой книге стихи «Прекрасной даме» он посвящал их именно ей. В этом году исполнится 140 лет со дня рождения Александра Блока, величайшего поэта, классика русской литературы 19-го и 20-го веков. Среди героев нашей программы нет ни одного, кто не любил бы творчество Блока. Александр Блок – это один из моих любимых поэтов-реалистов. Его стихи я могу перечитывать бесконечно, потому что каждый раз, читая, нахожу для себя что-то новое. И с течением времени стихотворения Блока не иссякают, вернее, не иссякает их скрытый философский смысл, за что я их очень люблю. Именно его произведение находит самый точный отклик в моей душе. Именно он каждым своим словом попадает прямо в цель. А в фонде президентской библиотеки хранятся электронные копии редких прижизненных изданий писателя, а также воспоминаний современников и научных работ, посвященных его творчеству. В Центральной городской библиотеке имени Виктора Ивановича Муравленко также есть много книг Блока. Александр Блок является величайшим поэтом Серебряного века. И у нас в библиотеке он пользуется большим спросом не только у читателей, но и у моих коллег. И сам лично я не раз читал его произведения. Большой след в жизни и творчестве поэта оставила Ксения Михайловна Садовская. Первая любовь классика. Она была старше 16-летнего Блока на 22 года. С ней поэт познакомился на немецком курорте Бат-Наугейме в 1897 году. Курортный роман продлился не один год. Над озером скрипят уключенные, раздается женский виск. А в небе ко всему приученный бессмысленно кривится диск. И каждый вечер друг единственный в моем стакане отражен. И влагой терпкой, таинственной, как я, смирен и оглушен. А рядом у соседних столиков лакеи сонные торчат. И пьяницы с глазами кроликов инвина верита скричат. И каждый вечер в час назначенный. Или это только снится мне. Девичий стан шелками схваченный в туманном движется окне. И медленно пройдя меж пьяными, всегда без спутников одна. Дыша духами и туманами, она садится у окна. И веют древними поверьями ее упругие шелка. И шляпа с траурными перьями. И в кольцах узкая рука. Есть множество интересных фактов из жизни Александра Блока. В феврале 1919 года его арестовали сроком на полтора дня. Блока подозревали в сговоре против советской власти. Слово за него тогда замолвил Анатолий Луначарский. И поэта отпустили. Александру Блоку приписывали роман с поэтессой Анной Ахматовой. Однако после его смерти она не единожды развеивала все слухи о чудовищной страсти к Блоку. Перед смертью поэт несколько дней бредил. Почти в бессознательном состоянии он вспоминал лишь об одном. Не осталось ли где-нибудь экземпляров его поэмы «12». Поэт хотел полностью ее уничтожить. Поэма «12» получила широкую популярность среди рабочего класса и военных. Но многие друзья поэты, не согласные с революцией, отвернулись от него. А Зинаида Гиппиус, прочитав поэму, и вовсе назвала Александра Блока предателем. Поэма «12» актуальна до сих пор. Блок мечтал, чтобы его произведения прочли потомки. Написав поэму, он сделал запись в своей записной книжке, которая оканчивается строкой «Сегодня я гений». И ведь Александра Блока можно поистине назвать гением, поскольку именно ему удалось стать самым известным, запоминающимся и популярным поэтом Серебряного века. Серебряный век – период рассвета русской поэзии в начале 20 века, характеризующийся появлением большого количества поэтов, поэтических течений, проповедовавших новую, отличную от старых идеалов, эстетику. У него очень романтичная достаточно поэзия, ну, естественно, местами тематически, очень романтичная поэзия. Мне очень она близка, очень чувственна, я проникаюсь, переживаю все эмоции за него, и поэтому, наверное, нравится читать, стараюсь делать это чаще и повторять всю эту русскую классику. И странной близостью закованной смотрю за темную вуаль, И вижу берег очарованный и очарованную даль. Глухие тайны мне поручены, мне чье-то солнце вручено, И все души мои излучены пронзило терпкое вино. И перья страуса склоненные в моем качаются мозгу, И очи синие бездонные цветут на дальнем берегу. В моей душе лежит сокровище, и ключ поручен только мне. Ты право, пьяное чудовище, я знаю. Истина в вине. Астероиду-2045, который обнаружили в 1971 году, дали имя Александра Блока. Александр Блок не жаловал советскую власть и попросту не принимал ее. Но, несмотря на это, сама советская власть постоянно назначала Александра на какие-то должности в различных комитетах и комиссиях. Блок просто уматывался, говоря, что «меня выпили». Блок мог бы погибнуть на 9 лет раньше. Однажды друг, художник Сапунов, позвал его на отдых в рыбацкий поселок. К своему сожалению, поэт был вынужден отказаться по причине невозможности ехать. Позже он узнал, что лодка, на которой плыл Сапунов, перевернулась, и он утонул, так как совсем не умел плавать. Александр также не умел плавать, поэтому мог пойти ко дну. Последнее выступление Александра Блока состоялось за два месяца до его смерти. Атмосфера в Большом театре была настолько мрачной и гнетущей, что один из зрителей сравнил его творческий вечер с поминками. Из-за высоких нагрузок у Александра Блока развилась сердечно-сосудистая болезнь и астма. В 1920 году началась цинга. Цинга – это болезнь, вызываемая острым недостатком витамина С, который приводит к нарушению синтеза коллагена, после чего соединительная ткань теряет свою прочность. Он мог бы поехать в Финляндию для прохождения лечения в специальном санатории, но в выезде за границу было отказано. Когда все-таки удалось добиться разрешения, было уже поздно. Болезнь сильно прогрессировала, и вскоре Паэт умер. О причине его смерти ходило множество различных слухов. Я встал и трижды поднял руки. Ко мне по воздуху неслись зари торжественные звуки, багрянцем одевая ввысь. Казалось, женщина вставала, молилась, отходя во храм, и розовой рукой бросала зерно послушным голубям. Они белели где-то выше, белее вытянулись в нити. Скоро пасмурные крыши крылами стали золотить. Над позолотой их заемной, высоко стоя на окне, я вдруг увидел шар огромный, плывущий в красной тишине. Продолжение следует...